Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Программа «Синема» Ну что, поехали. Начинается программа «Синема». Как обычно, по средам мы встречаемся в эфире. Мы – это Олег Пехов, Владимир Веселов, киноманы, любители кино. Ни в коем случае, наверное, не узколобые кинокритики, которые, может быть, оценивают по-другому совершенно картины. Мы смотрим, может, глазами простого человека, простого зрителя, который приходит в кинотеатр и говорит, удивите нас чем-нибудь. Вот что покажете такого, чем душа успокоится? Ну, если, наверное, вот с этой точки зрения, с этой колокольни... Абсолютно верно, мне кажется, да. Потому что критики говорят о каком-то очень... Мне иногда кажется, что они говорят о каких-то очень высоких вещах, которые простому зрителю не очень понятны. Ну, наверное, это тоже имеет право на существование, потому что кино, в конце концов, оно же искусство. Даже, как говорят многие, важнейшие из искусств. Поэтому к нему и подходы должны быть разные. Есть искусство высокое, есть искусство, передающее какие-то высокие ценности и прочее, есть искусство развлекательное. Мне кажется, ни в коем случае нельзя недооценивать ни ту, ни другую его составляющую. Но просто надо подходить иногда утилитарно к этим вещам. Жизнь у нас порой бывает очень непростой. И развлечься при помощи кино, мне кажется, это не так и плохо. Золотые слова, тут полностью присоединяюсь. Вот какие, значит, планы у нас на этот час, что мы собирались обсудить? Во-первых, ну вот какие-то интересные... Ну, во-первых, идет, продолжается Каннский кинофестиваль. Вот я, естественно, не побывав в Каннах, могу только пересказать, что писали критики об этом. И какие-то фильмы, ну, уже есть, их показывали, есть реакция критиков, есть какое-то уже мнение, ну, вот появившееся. И, конечно, есть трейлеры. Можно посмотреть, ну, какие-то кусочки, которые просто передают, ну, вот о чем фильм. О чем фильм? Поэтому понятно, что это все, ну, не... Такое опосредованное, зеркальное будет информация. Тем не менее, вот хотелось еще поговорить и о Каннском кинофестивале как таковом, просто напомнить, ну, вот его и историю, и значение, почему именно Каннский кинофестиваль считается фестивалем номер один. Ну, и кроме этого мы хотели обсудить, что сейчас вообще происходит в кинотеатрах, какие новые фильмы. Естественно, новости. И среди этих новостей появились просто первые трейлеры фильмов. Вот Элвис, Миссия невыполнима 7, еще ряд там картин. Новый Тор, кстати, да. Тор четвертый. Да. Все это можно тоже, ну, вот уже немножко так обсудить, может быть, подогреть интерес. С чего начнем? Вот я просто знаю, что в наших кинотеатрах появился уже Топган Маверик. Его можно сегодня уже посмотреть. Это самая главная премьера недели, наверное, фильм, который ждали. Не то, что ждали, но продолжение фильма 86-го, по-моему. Да-да-да, 36 лет. 36 лет прошло с момента выхода первого фильма. Том Круза вверяет, что это... И разговоры о том, что нужно снимать сиквел, появились еще когда вот первый Топган еще не вышел. Уже было понятно, что это будет хит. И самое интересное, что ведь в 86-м году он, во-первых, закрепил статус вот Тома Круза как суперзвезды. И это был очень большой хит. «Take my breath away» группы «Берлин» — это вот просто тема фильма, она звучала из каждого утюга, как говорят. Кроме того, было очень модным и действительно интересным то, что Том Круз потребовал, чтобы большинство трюков исполнялись вживую. То есть там не было по тем временам никаких эффектов, там съемок комбинированных реально вживую. И говорят, что... Вот была очень смешная такая история, что Тома Круза, чтобы разубедить, ну вот ты хочешь посмотреть, как это вживую, хочешь посидеть за штурвалом самолета, ну давай, вот ему говорят, полетай. И его посадили в реальный вот этот истребитель, который взлетел и начал вот 5G, вот это вот пятикратное, как это называется, несостояние невесомости, наоборот. — Нагрузка. — Нагрузка. — Нагрузка. Ну да, нагрузка. Перегрузка. — Перегрузки. И говорят, что Тома Круза просто вывернула наизнанку, ну то есть просто он, простите, ну стошнило его на пол моментально. И когда его при... Ну думаю, сейчас откажется вообще от роли. Он выполз, дополз до телефона автомата, звонит своему агенту, говорит, полный кайф, я в восторге, я снимаюсь, все нормально. Вот это рассказывал, по-моему, Джерри Брука. — Судя по всему, его действительно проперло, потому что с тех пор он стал, ну вот эта фирменная фишка, что Том Круз старается все трюки выполнять в своих фильмах сам, особенно это в миссиях невыполнимо, об этом всегда пишут, о том, что он и прыгает там, и на небоскребах лазит, и с самолетов прыгает сам. Наверное, в тот раз его реально так проперло, что он стал прямо этим наркоманом экстремальным. — И говорят, что только один актер, вот, по-моему, Эндрю Эдвардс, его не стошнило, то есть все актеры там отметились, ну, летая, но только один вот сумел с крепким желудком выдержать эти полеты. Потом говорят, что там было очень хорошее сотрудничество с Пентагоном, но Пентагон дал деньги, дал возможность поснимать вот в реальных условиях реальные самолеты, самые настоящие, и пуск даже ракеты, причем, ну, единственное, что пуск ракеты им разрешили снять, это я все говорю про фильм первый, вот, 1986 года, разрешили снять только один раз, и вот они его сняли с разных точек, и, по-моему, в общем, использовали, ну, вот эту съемку несколько раз, ну, как будто бы это разные стреляют, а на самом деле это были все вот в съемке одного раза. И что, что, что еще я забыл рассказать про этот фильм, ну, потом, наверное, вспомню, но сам факт, что по тем временам это был очень большой хит, это фильм перевернул вообще, ну, вот историю, по-моему, Том Круз заявлял, что именно с этого фильма началась практика международных премьер. То есть он говорит, что до этого не было такой практики, когда актер ездил по разным странам, представлял картину, и вот он рассказывал, что просто он в 1986 году вот просто весь год путешествовал по разным странам, представляя этот фильм, и говорит, что вот я не помню, чтобы такое было вот до этой картины. И действительно, этот фильм очень, ну, стал кассовым хитом, он принес Тому Крузу хорошие деньги, и... Ну, еще можно добавить, что он стал источником вдохновения для суперпопулярной пародии «Горячие головы». Да, это тоже было. Вот он стал основным источником, так скажем, то есть это тоже его интерес подогрело, ну, то есть они взаимно друг другу помогли. Ну, и то, что режиссером первого фильма был Тони Скотт, брат Ридли Скотта, который, к сожалению, здесь, когда умер... Покончил жизнь самоубийством, да, как-то так вот трагически. Вот, и поэтому второй фильм, вроде бы он... Вроде вышла речь, что второй фильм он сам хотел снимать, но все это вот, соответственно, после его смерти было слегка отставлено в сторону, и... Еще продюсер Дон Симпсон, ведь тоже, который скончался, тоже он, ну, был замешан вот в то, чтобы снимать сиквел, и вот получилось так, что потом сначала продюсер, потом режиссер, и вот это все как-то подвисло, но решили все-таки добить, вот дожать этот проект. Интересно, что вот... Я не знаю, какую роль играет там Вэлл Килмер, потому что он практически сейчас ведь не снимается, у него очень тяжелое состояние, по-моему, у него рак горла, и... Да, рак горла, но он там появляется, по крайней мере, его изображение, портрет появляется на стене, возможно, он там где-то фигурирует, но минимально в первой части он, конечно, был во всей своей красе. Главный, как бы, противник Тома Круза, и я читал, очень интересно, что они и в реальной жизни друг друга недолюбливали, ревновали к успеху друг друга, и они на съемочной площадке вообще не общались, то есть каждый приходил, ну, подготовленный, они снимались и расходились по разным углам, может, это тоже... Наверное, это правильно, раз они антагонистов играли, то им и надо было чуть-чуть повоевать. Вот, но факт тот, что, конечно, Вэлл Килмер сейчас не очень хорошо выглядит, в отличие от Тома Круза, который выглядит как огурец, просто учитывая, что ему почти 60. Как бы, поэтому, конечно, не все были, не все думали, что он реально уже вытянет роль военного летчика в 60-летнем возрасте, но, наверное, по фильму ему там поменьше, наверное, будет. Будут демонстрировать, как 60-летний человек летает на суперистребителях. Но выглядит Том Круз отлично просто. Это любимый вот мем, когда Том Круз и Келли МакГиллес, вот, которая сыграла его любовный интерес, и вот типа, где они сейчас? Вот показывают Тома Круза, он вообще не изменился, и Келли МакГиллес, ну, который выглядит уже, ну, как бабушка такая, ну, действительно, ну, там возраст очень чувствуется. Я не знаю, может, у женщин, ну, больше все-таки возраст, хотя Шерон Стоун тоже, ну, достаточно держится так законсервировано. Вот, но Келли МакГиллес, я забыл сказать, что образ этой Келли МакГиллес, он тоже основан на реальной женщине, причем эта женщина сделала великолепную карьеру, она была замминистра обороны, и это самая высокая ступень, вот, которую занимала женщина в армии, но в новом фильме не будет ни Келли МакГиллес, ни, господи, королевы ромкомов, которая... Мэг Райан. Мэг Райан, да, вот она тоже не появится, но, очевидно, это тоже связано с тем, что девушки как-то вот не сумели сохранить, ну, потому что она тоже Мэг Райан, она очень сильно изменилась, и придумали там новых, красивых, симпатичных, молодых, длинноногих красавиц. И только Том Круз остается как просто скала неизменной, ну, ему ботокс идет к лицу, видать. Так что вот уже сейчас появился... Ну, и стоит, да, добавить, что этот фильм, вторую часть, мы все про первую, вторую часть как раз презентовали и в Каннах в том числе, и Том Круз получил даже почетную ветвь Каннского кинофестиваля, вот, и еще прошла премьера в Лондоне, где Том Круз ручкался с королевскими персонами, то есть на премьере был принц Уильям и была его жена Кейт Миддлтон, то есть Том Круз их там провожал по лестнице, ручки подавал, в общем, фильм идет с большим успехом, и в том числе не только в Лондоне, но и у нас в Риге со вчерашнего дня, поэтому все могут пойти и посмотреть, как хорошо Том Круз сохранился и как отлично он смотрится за штурвалом истребителя. Плюс к этому еще можно посмотреть «Возвращение короля», ну вот, господи, «Властелина колец», «Властелина колец», да, и еще очень любопытный фильм, просто мне удалось побывать на премьере, и мне сказали, что он очень быстро у нас сойдет с экранов «Мир вашему дому». Эта картина позиционируется как украинское кино, но снял его наш соотечественник, Рижанин, который родился в Балдерае, в Володимир, как его все-таки на украинский манер пишут, Лерт, он учился в США в киношколе, а затем, ну, снимает уже в Украине очень много, долгие годы, но сама история любопытная, потому что этот фильм, вообще-то, ну, как бы считается хотя украинским, он рассказывает, он поснят, по-моему, рассказам Шалома Алейхаму и рассказывает, в общем-то, сюжет, поминание молитвы. Олег, мы о нем говорили на прошлой передаче. Поэтому я вот хочу обратить внимание, что эта картина вот с очень, ну, тоже вот-вот-вот исчезнет, и поэтому вот я настоятельно тоже рекомендую, тем, кто хочет... связь, связь с Латвией есть, надо сходить и посмотреть. Поддержать нашего, можно сказать, производителя. Производить. Что еще? Появились несколько очень интересных вот трейлеров, фильмов, и в частности Тома Круза стало очень много на экранах, потому что вот и Топ Ган, все сейчас про него говорят, и Миссия невыполнима 7 появился, трейлер. Ну, я так понимаю, что Топ Ган просто снимался еще несколько лет назад, и из-за пандемии его откладывали, поэтому за это время Том Круз успел сняться еще и седьмой Миссии невыполнима, поэтому они как бы так вышли, ну, не то что вместе, потому что Миссия невыполнима еще не вышла, а появился только трейлер. Ну, в принципе, да, складывается ощущение, что Том Круз просто везде поспел, и туда, и сюда. Ну, вот, тем не менее, он, Том Круз, как-то ухитрился разделить этот фильм, это же Том Миссия невыполнима, тоже такой многострадальный проект, потому что его затормозила пандемия, как раз все грянуло в разгар съемок, я помню, что они приехали в Италию сниматься, и вообще в Италии объявили локдаун, и они засели по гостиницам, по гостиничным номерам, и тогда ситуация была драматическая, потому что часики тикают, то есть там каждый съемочный день стоит с бешеных денег, и этот проект, ну, как-то стал стремительно дорожать, и я понимаю, что очень переживал вот именно Том Круз, может быть, из-за этого его разделили на два фильма, чтобы, ну, вместо, там... Да, побольше денег. Побольше срубить денег. Ну, возможно, я тоже читал, что он очень щепетильно относился ко всем мерам антикоронавирусным, и там орал на персонал, который маски не носил, то есть все очень серьезно, ну, в тот момент все воспринималось сверхсерьезно, соответственно, и подход был тоже серьезный. Сейчас, да, фильм разделили, так что, ну, если он достойный, если там действительно будет все отлично с эффектом, почему нет? Это не первый случай, когда фильм потенциально единый, разделяют на две части. Ну, да, можно вспомнить «Убить Билла», например, Квентина Тарантино. Да, и прочее. И прочее, прочее. Но вот в трейлере фильма «Миссия невыполнима 7» там совершенно сумасшедший трюк, когда Том Круз просто на мотоцикле слетает со скалы в пропасть и совершает какой-то прыжок, и на этом, там под эту всю музыку там это все обрывается, и вот мы можем только гадать, но, наверное, выживет, раз есть вторая часть. Да. А вдруг нет? Еще фильма «Элвис» появился трейлер, и это фильм База Лурмана, вот просто буквально я смотрел, был первый трейлер посвящен больше Элвису, во втором больше появился полковник Паркер. Конечно, очень неузнаваемый Том Хэнкс в гриме, очень так необычный. Я не знаю, я еще пока не могу привыкнуть к Элвису, потому что исполнитель все-таки главной роли не совсем похож на Элвиса, то есть на него ну вот какое-то вот что-то во мне противится, ощущение такое, что он скорее вот из 80-х, ну напоминает персонажей 80-х годов, чем Элвиса в его ранние годы. Ну посмотрим, может быть, все изменится. Если бы в главной роли был Безруков, было бы другое дело. Ну да. Ты знаешь, вот на Элвиса играли Курт Рассел, его играл Вэл Килмер, тот же самый. Да, да. И причем Вэл Килмер, который сыграл и лидера Дорс Джима Моррисона, он же и исполнял вот в фильме True Romance, кстати, Тони Скотт, все как-то у нас вот крутится на одном пятачке, который снял Тони Скотт по сценарию Квентина Тарантино, получившего золотую пальмовый ветвь на Каннском кинофестивале, о чем мы еще тоже поговорим, вот как раз у него было тоже великолепное попадание. Сказать, чтобы они были очень похожи на Элвиса в конце концов, ну, тут же не обязательно должна быть прямо фотографическая точность, все-таки, наверное, плюс у База Лурмана это все-таки мюзикл, это не такой прямо боепик серьезный, где нам надо подходить с точностью до миллиметра. Я думаю, что это все-таки такой отвлеченный, развлекательный вариант каких-то вещей о судьбе музыканта. Что еще? Вот сегодня 80 лет исполняется Александру Калягину. Мы, кстати, с утра рассказывали действительно его творческий путь. Удивительно, ведь он в детстве написал Аркадию Райкину письмо и письмо Райкин ему ответил, и он считает, что это был какой-то главный момент в его жизни, что если бы не это письмо, он не решился бы, потому что после окончания школы он все равно пошел учиться на врача, работал фельдшером на скорой помощи два года, прежде чем он не понял, ну вот он понял, что все равно это не его, не его, он хочет осуществить свою мечту и пошел в Щукинское училище, откуда его едва не отчислили, потому что он уже начал лысить, но он не вписывался в такие, в герои-любовники. В Голливуде бы на главной роли не взяли. Не взяли, да, а тут ведь потрясающе, вот если вспомнить свой среди чужих, чужой среди своих, какая вот у него была маленькая, но такая очень заметная роль Ваняев, там вот этот вот такой мерзкий, такой телеграфист гнусный, ну то есть он и сыграл неоконченная пьеса для механического пианино, великолепно, ну то есть столько ролей, и конечно обидно, что так в массе его помнят только по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя». как-то кажется иногда, что несправедливо с ним было. Ну и кстати, по этому поводу я тоже тут на днях появилась новость о том, что умер Ван Гелис, греческий композитор, и я, ну так скажем, я в этом написал у себя на фейсбуке, и было очень мало, ну то есть судя по реакции, я понимаю, что люди просто не в курсе, кто это даже, вот на самом деле очень обидно, потому что музыку его наверняка слышали практически все, то есть из «Бегущего по лезвию бритвы», из «Потерянного рая», или как-то там он назывался, из «Депардье» про Колумба, то есть там такая шикарная музыка, что просто, ну вот, реально шедевр, и это тот немногочисленный, один из немногочисленных случаев, когда у композитора музыка она больше, чем просто саундтрек, то есть она выходит за рамки саундтрека и становится самодостаточной, потому что это далеко не всегда, у многих, есть много гениальных, мне кажется, композиторов, которые пишут для фильмов, но эта музыка, она гениальна в контексте фильма, а сама по себе, в принципе, она нигде не появляется. А я скажу, почему, потому что все-таки начинал он ведь как участник группы «Дитя Афродиты», они студентами с Демисом Русосом, ведь организовали эту группу и многие хиты сочиняли вместе, а затем уже вот в зрелом возрасте, когда группа распалась, он открыл для себя мир кино, вот возможности создавать не только электронные альбомы, которые он тоже записывал, ведь отдельно абсолютно записывал с известными, тоже другими музыкантами, но тем не менее, кино, кинематограф, это отдельная просто страница в его биографии. Да, ну вот и печально, что опять же жертва, еще одна жертва коронавируса среди знаменитостей, так скажем, потому что его госпитализировали с коронавирусом и, к сожалению, он не выкарабкался. Вот, еще одна такая, не такая грустная, но занятная новость о том, что вчера, позавчера пришло сообщение, что Моргану Фриману запретили въезд в Россию за антироссийские высказывания активные. Он давно был известен этим. Да, то есть он писал там письма о том, что российские шпионы повлияли на выборы в Америке и вот тут, значит, в России составили свой черный список санкционный, так скажем, и в него попали в том числе Цукерберг, Джо Байден и вот в этой замечательной компании затесался еще и голливудский актер Морган Фриман. Я просто представил, наверное, как он утром вышел на балкон своей виллы и потягиваясь, прочитал эту новость и поперхнулся и подумал, боже мой, все, моя карьера закончилась, я в России теперь не на голе. Не, ну с другой стороны, вот наоборот, попал в такую компанию, что достаточно вот мог себя почувствовать наоборот польщенным, что вместе с Цукербергом и Байденом в одном списке. Да, ну если еще там вспомнить какие новости по этому поводу, читал, что продюсер Роднянский анонсировал, скажем, проект сериала о Владимире Путине. Причем это будет, поскольку Роднянский украинский продюсер, достаточно известный, то есть с номинациями на Оскар и прочее, это будет такой критический сериал о карьере Владимира Путина, о его, так скажем, становлении от простого агента КГБ до президента, до таких высот, так скажем. И Роднянский говорит, что это будет шоу такой в духе карточного домика американского, если кому-то это что-то говорит, это такой вот тоже политический триллер, сериал политический триллер о каких-то хитросплетениях борьбы в Белом доме, ну, соответственно, здесь хитросплетениях политической борьбы в Кремле будет. Ну, вот, пока только анонсировалось, еще неизвестно никто в главных ролях, ни сюжет, но все ждут. Ну, у нас не так много времени, может быть, перейдем к Каннскому кинофестивалю. Я просто хотел вот больше, или еще есть какие-то интересные новости? Ну, я не знаю, да, я сказал, например, о том, что планируется новая версия Эммануэль Сейду в главной роли, то есть наверняка все помнят этот суперхит времен видеосалонов. Сильвия Кристель в главном, да. Да, то есть который был, наверное, самым главным эротическим хитом видеосалонов, хотя на самом деле там, по нынешним меркам это практически уже ничего, наверное, по нынешним меркам многие фильмы, которые выходят на большом экране, не выглядят, ну, то есть более провокационный, чем тогдашний Эммануэль, но тогда это был прям такой ужас-ужас, за который в СССР можно было загреметь за решетку и прочее. Ну вот, и сейчас решили это все, причем это экранизация книги, вот, и сейчас решили ее заново достать, оттыхнуть от пыли и снять новый фильм. Вот, будет, наверное, интересно посмотреть, что там добавят, что, насколько эта версия будет провокационной, насколько она переплюнет или не доплюнет старую версию. Ну, тем более, что Леа Сейду, она имеет опыт в такого рода съемках, сразу же вспоминаем, как раз-таки в Каннах прошедший фильм «Жизнь Адель», где у нее вот главная была роль и можно было во всех подробностях там увидеть эротические сцены. Да, еще, вот, я почитал, интересно, 9 мая в России вышел трейлер сериала «Диверсант», ну, продолжение сериала «Диверсант», достаточно популярного, военного, да, и главные роли там, ну, это он шел сколько там, 10 лет назад, активно, и главные роли там снимался Владислав Галкин, популярный актер, но, к сожалению, он умер, и поэтому все удивились, когда вышел трейлер, и еще больше удивились, когда в этом трейлере увидели, собственно говоря, нового, нового частей сериала этого, увидели, собственно говоря, Владислава Галкина, то есть все задались вопросом, как он там оказался, и оказалось, что производители использовали вот эту вот технологию, как она называется, deep fake, или как-то так она называется, когда на лицо актера накладывается на другого актера, и получается вроде как, то есть они оживили актера для вот, пока не знаю, я не читал, что в самом сериале вышел он или нет, насколько там эта роль большая, но факт тот, что в трейлере он появился, и это вызвало такую неоднозначную реакцию, потому что не все поддержали это решение, поскольку актер умер, очевидно, что разрешение на это он не давал, и на самом деле такие технологии, они позволяют сейчас делать эти вещи удивительные, но не прописана, так скажем, морально-этическая сторона этого, потому что на самом деле мертвого человека, вы не спросите, хочет он сниматься в этом, не хочет, возможно, в связи с последними событиями Галкин бы не захотел сниматься в этом сериале, его семья выразила уже, так скажем, неудовольствие в связи с этим, ну, в общем, такая вот история неоднозначная, которая наводит на определенные мысли о том, что технологии, наверное, ну, не всегда можно использовать так, как очень хочется, и так, какие возможности не дают, все-таки надо думать еще и о каких-то этических сторонах. Я хочу только добавить, что я, насколько я знаю, речь шла действительно о нескольких минутах экранного времени, который вот, он появлялся, Галкин, на экране, и сразу вспоминается фраза стихи Евгения Евтушенко, когда вот на смерть Высоцкого ткнут прошашлыченным пальцем кассету и пой, даже если тебя больше нету. Ну, то есть, вот это относилось к Высоцкому, здесь, в принципе, к этой технологии, которая оживляет артистов после смерти. Да, я, то есть, читал уже, использовалась, точно так же использовался образ Одри Хепберн для рекламы, причем, и это тоже вызвало определенный резонанс, потому что, очевидно, что Одри Хепберн не подписывалась ни на какую рекламу, вот, а ее, ну, использовали для этих целей, и не особо спрашивая разрешение. То есть, насколько образ человека вообще является его, ну, как сейчас, можно сказать, торговой маркой, насколько он может им владеть, насколько его можно использовать другим, потому что, например, на произведение искусства есть определенный срок, после которого, если у него был владелец, через, там, 100-120 лет, по-моему, он перестает быть владельцем единоличным, и это произведение уходит в национальное достояние, его можно использовать без разрешения. То есть, насколько образ человека может подпадать под это определение, ну, в общем, очень много таких морально-этических вопросов вызывает вот такие технологии. Ну, надо смотреть, как это будет использоваться дальше. Ну, вот мы уже упоминали все время вот Каннский кинофестиваль, который сейчас идет, и я просто хочу напомнить, что если сравнивать Каннский кинофестиваль, например, и Оскар, то я бы сказал, что именно Каннский фестиваль идет впереди. вот я уже высказывал мысль, что Оскар все время оглядывается назад и как будто бы живет вчерашним днем. То есть, он дает награду не тому, кому нужно дать сегодня, а вот тому, кто ее заслужил еще вчера. И вот это вот какое-то отставание на шаг, оно иногда просто бросается в глаза. А что касается Каннского кинофестиваля, то наоборот, он открывает вот какие-то вещи, даже вот тыкает носом и американский кинематограф, потому что таксист, который не получил Оскара в свое время и не получил ни Роберта, ни Ронагра, ну, в общем, как-то так вот обошлись с этим фильмом очень жестко. Он, тем не менее, завоевал золотую пальмовую ветвь. И фильм «Разговор Копполы», и «Апокалипсис сегодня» это все те фильмы, вот весь этот джаз Боба Фосса, это те картины, которые они были обойдены вот американской киноакадемией, но тем не менее они вот были отмечены именно европейским фестивалем как картины. Криминальное чтиво, да. Вот криминальное чтиво, которое тоже вот на тот момент это был вот какой-то глоток свежего воздуха, это вот кино завтрашнего дня, будущего. И тем не менее вот в Америке он получает только за лучший сценарий. То есть это вот тогда было, казалось, ну, ужасно несправедливым, но как раз таки вот криминальное чтиво и Квентина Тарантино стал сенсацией Каннского фестиваля. Но там были и многие другие, то есть я хочу отметить, что и «Сладкая жизнь» Феллини, и «Леопард Висконти», они тоже получали вот золотую пальмовую ветвь, и «Шербургский», ну, в то же время, «Шербургские зонтики» и «Мужчина и женщина». Это картины абсолютно массовые, то есть они не несут такого элитарного какого-то печати, там, вот, элитарного искусства, это наоборот, такое кино для людей, и вот это показывает, что Каннский фестиваль вот именно был открыт, это не было каким-то закрытым клубом вот сумасшедших любителей кино, которые там вот выискивают только что-то такое. Тем не менее, вот фильмы, если посмотреть, он отмечал ведь всего мира, и польское кино, «Человек из железа» Анжея Вайды, и «Легенда о Нараяме», которая в свое время, я помню, в годы перестройки, этот фильм как раз был одним из тех, когда народ ломился, чтобы увидеть что-то эдакое, невиданное, диковинное, потому что его в непорезанном виде очень с такими откровенными сценами показывали впервые в Советском Союзе. Он открыл практически Дэвида Линча еще вот «Дикие сердцем», это был один из первых фильмов Дэвида Линча, а его слава уже, ну, потом, вот мы, о, Дэвид Линч, то есть, этот фестиваль именно открывал «Бартон Финк», это был один из первых фильмов «Братьев Коэн», и опять-таки, вот их все знаменитые картины, которые потом, там, «Фарго», они получат, там, награды «Оскара», а вот «Бартона Финка» «Оскар проморгал», то есть, вот, ну, какие-то все время мы вот вещи говорим о том, что, как раз-таки Каннский фестиваль вот выдерживает эту марку. «Марку». Это тоже вот был какой-то, они отметили, вот, взлет румынского кино. «Опечетпонквера ситакул», вот это, в один год с Иефьятеля Кюдлем. Ну, и опять же, не стоит забывать, что все-таки, как ни крути, «Оскар» мы их все любим, конечно, наверное, где-то в глубине души, но это, по большому счету, внутри, ну, изначально-то это награда внутриамериканская, то есть, там, они выделили, конечно, категорию для иностранного кино, плюс какие-то там секретные ходы, которые могут, которые могут просочиться в другие номинации, но, по большому счету, это все-таки награда для американского кино, а то, что ты сейчас все, читаешь, это все европейское кино, и многие из них, многие из этих фильмов американцы, ну, не поддержат и не поймут, потому что... Смотри, «Паразиты», вот опять-таки, он сначала получил в Каннах, и только потом Америка, как она отреагировала, и уже отреагировала, вау-вау-вау, надо подоспеть. Вот сейчас, сейчас только «Оскар» просыпается, видимо, теряя рейтинги, он начинает об этом задуматься, а раньше, наверное, об этом меньше задумался, тем более, что американцы известны тем, что они не любят смотреть, по крайней мере, их киноделы, не любят показывать им, кинотеатры не любят показывать им зарубежное кино, а любят переснимать зарубежные фильмы на свой лад. Индустрия там построена на том, чтобы употреблять внутренний продукт в большей степени, поэтому им не очень выгодно рекламировать с помощью того же «Оскара», наверное, европейские фильмы. Ну, мне так кажется. Ну, и не только европейские, потому что вот сейчас на Каннском кинофестивале сменился фаворит, то есть сейчас по всем оценкам там же ведется рейтинг, выставляют кинокритики оценки, и сейчас фаворитом стал фильм «Решение уйти». Его буквально, по-моему, вчера показывали в Каннах Пак Чханук, и я напомню, что его картины «Олдбой», «Служанки», они достаточно тоже, ну, были хорошо восприняты в Каннах. Так вот, это «Решение уйти», такой триллер, вот из того, что я читал, хичкоковского порядка, ведет полицейские расследования гибели, значит, гражданина, и начинает подозревать его вдовушку, потому что, ну, такая веселая, вдова не проявляет ни малейших каких-то траурных там моментов, она слишком весело как-то относится к потере мужа, и это его начинает как бы напрягать. Он начинает расследование, вот вокруг нее наводить круги, и с ужасом понимает, что в нее влюбляется. И он уже начинает подозревать, не манипулирует ли она им для того, чтобы, ну, отвести от себя подозрения. И вот тема манипуляции, она ведь была и в «Олдбой», и в «Служанках», очень сильно у режиссера Пак Чхан Ука, но отмечают, что этот полицейский детектив чуть ли не лучшее, что вот видели критики за последнее время, они все выставляют ему высочайшие оценки, говорят, что и очень напряженный сюжет, и очень красиво снято, сильнейшая игра актеров, то есть все в духе прямо вот, ну, и хичкоковщина там присутствует, и напряжение, и смотреть интересно и эстетически приятно. Вот интересно, покажут у нас кинотеатры? Ну, я не знаю, вот пойдет, но в любом случае будет какой-нибудь фестиваль, где, наверное, этот фильм будет. До этого был фаворитом фильм британского, по-моему, или американского, сейчас вру, Джеймса Грея, «Время Армагеддона», и эта картина была посвящена скорее такому классовому неравенству глазами мальчика в начало 80-х годов, его переводят в элитную школу, и он начинает рефлексировать по поводу классового неравенства, расизма, то есть это все конфликтует с тем, чему его учит дедушка. Дедушку играет Антони Хопкинс, и вот говорят, что фильм очень сейчас актуальный тоже, но вот все темы неравенства и вот этой рефлексии вот белого богатого меньшинства перед остальным миром, это все вот здесь затрагивается. Еще одна картина, которая вот очень любопытна, и сейчас они много говорят, «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера, ну, во-первых, сам режиссер, «Безумные Максы» все, Бейб. Автор «Безумных Максов», плюс визуал, там я посмотрел трейлер. Я тоже, да, был в восторге, все говорят, что это вот все везде и сразу, вот картина, которая сейчас, она чем-то вот, ну, что-то напоминает вот такой же сюрреалистический немножко мир, а здесь вот как будто бы сказками «Тысяча одной ночи» все новее, Натильда Суинтон играет в женщину-ученую, которая находит емкость сосуд с джином, джину играет Индрис Эльба, и он готов выполнить ее три желания, однако женщина-ученая, она знает, что чаще всего вот эти желания исполняются слишком буквально, там вот где-то надо читать мелкий шрифт, поэтому она очень долго тянет с формулированием своего желания, ну, и вот обещают, что будет очень много интересных сюрпризов, и неожиданных поворотов сюжета, хотя вот Долину фильм не понравился, он его раскритиковал, сказал, что слишком стандартный и банальный. Вот, и еще новый фильм Рубена Эстлунда, опять-таки, это режиссер шведский, который снял «Форс-мажор», картину у нас показывали, «Квадрат», тоже с большим успехом у нас шел в прокате, и вот его новый, новая картина «Треугольник печали», там действие происходит на яхте элитной, куда несколько моделей приезжают отдохнуть, поплавать, и яхта терпит крушение, и все обитатели яхты оказываются на необитаемом острове, и это такая злая социальная сатира на сегодняшний мир потребления, красоты, там и прочее, прочее, прочее. Опять-таки, ну вот, остается только догадываться, о чем будет, ну, дальше картина, но вроде бы хорошие тоже отзывы были критиков. Про Кроненберга, ты знаешь, вот «Преступление будущего», я понял, что это первый его фильм за семь лет, и я видел только вот этот трейлер, мрачный, действительно типичный Кроненберг, Вига Мортенсен. Да, типичный Кроненберг. Опять же, да, опять возвращается Вига Мортенсен, который он уже снимал где-то, и та же Лея Сейдук, о которой мы говорили, вот, то есть там, наверное, тоже будет, что это самое, потому что я так понял, что многим фильм понравился. Ну вот, мне показывает, что, к сожалению, время наше вот вышло, но в следующий раз мы, наверное, уже сможем подвести итоги, ну вот поговорить уже о победителе, кто окажется победителем Каннского кинофестиваля. Наверняка будет много еще интересных новостей кино и премьеры, о которых мы обязательно расскажем. Владимир Веселов, Олег Пека. Спасибо большое. Да, всем пока. Радио Болтком.